Такого не помнят даже старожилы. В Пермском крае сильнейшее наводнение. За почти 40 лет, тут уж, что называется, все средства хороши, в Кудымкоре провели церковный молебен против паводка. Необычную службу в залитом водой городе организовал настоятель местного кафедрального собора. За ходом молебна наблюдал наш корреспондент Ким Андреев. Примечательно, но пока в храме одни только женщины. Дело в том, что мужчины по-прежнему находятся в домах, хоть они и под водой, охраняя их от мародеров. Число прихожан, скорее всего, будет увеличиваться. Во-первых, беда действительно задела очень многих. От паводка уже пострадали более тысячи человек. Но, во-вторых, сегодня мы знаем большой православный праздник Лазарева Суббота. Провести вот этот необычный молебен против стихии, против наводнения родилась у местного настоятеля отца Сергия. И вот за минувшую неделю это уже третья подобная служба. Интернет, конечно же, в помощь, как говорят. Беда случилась. Человек встал в требниках, стал в требниках искать. Не нашел. Вот в интернете нашел. Так и называется. Молебное пение от наводнения. Напомню, небольшой пермский городок Кудымкар частично оказался под водой в результате сильнейшего за 40 лет паводка. Уровень воды в местных реках Инева и Кува за сутки вырос аж на 70 сантиметров. И местная железобетонная дамба просто не справилась с таким объемом воды. В итоге частично или полностью разрушены и пострадали около 500 строений. Люди сейчас находятся в пунктах временного размещения. Вода постепенно отступает. Вот за последние сутки, наверное, на 40 сантиметров ее стало меньше. Но в любом случае по-прежнему добраться в свои дома, до своего жилья люди могут только на резиновых лодках. Есть вероятность и второй волны паводка, поэтому в городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Ким Андреев, Алексей Курский. Live.